Привет! Ты на канале IT-муравейник. Здесь мы учимся программировать на Common Lisp. Умение разбираться со сторонними библиотеками, то есть библиотеками, которые написали другие люди, это важная часть навыка программирования. Несколько лет назад у меня был довольно необычный проект. Я поставил перед собой цель каждый день разбираться с какой-нибудь новой open-source библиотекой для Common Lisp. Я выдержал примерно 220 дней. Каждый из этих дней я брал библиотеку, разбирался в том, как она работает, и делал пост в блог, а также серию постов в Твиттер. Ниже в описании ты найдешь ссылку на все эти посты. Но в какой-то момент я устал, так как это отнимало много времени. Теперь же я хочу продолжить эту старую добрую традицию, но в новом формате, на Ютубе. Конечно, каждый день я не буду снимать по одному ролику, но постараюсь делать их хотя бы раз в пару недель. Еще с моего предыдущего проекта у меня остался список библиотек, на которые я хотел бы сделать обзор. Сегодня мы посмотрим на одну из тех библиотек. Она называется Selerix. Давай для начала откроем ее в браузере и посмотрим, что она из себя представляет. Итак, мы видим эту библиотеку на GitHub. Первое, что бросается в глаза, то, что у нее есть какие-то тесты, они даже автоматически запускаются. Это хорошо. Значит, автор старается следить за тем, чтобы тесты всегда были зеленые. И здесь есть readme с примерами. Описание говорит нам, что это какое-то расширение для CommonLisp, для чего-то реактивного. Что ж, давай разбираться. Readme говорит о том, что можно установить эту библиотеку из QuickLisp. Что ж, попробуем это сделать. Перейдем в наш REPL, вставим сюда этот код. Но он говорит о том, что библиотека не найдена. Возможно, в какой-то момент ее из QuickLisp удалили. Что же делать? Возьмем и склонируем ее прямо на диск с помощью GitClone. А путь к библиотеке добавим. Все, теперь библиотека скомпилировалась, и мы можем приступить к изучению примеров. Что нам говорит про использование readme? Она говорит, что можно создать какой-то observer. Что это такое? Пока не очень понятно. Судя по всему, observer состоит из каких-то операций. Что ж, просто скопирую сюда этот пример. У нас создался observer. Посмотрим на него. Вот, у него есть слоты. У него есть слоты, которые я вот здесь указал. NextErrorComplete. Интересно. Это класс observer. Хорошо. Пойдем дальше по readme. Попробуем сделать subscribe. Тут видно, что subscribe вывел все числа из переданного ему списка, а в конце вызвался, видимо, он complete, который напечатал completed. То есть, по сути, эта библиотека позволяет декларативно описать шаги по обработке чего-либо, судя по всему. Хотя из readme это явно не видно. Видимо, автор посчитал, что все и так знают, что такое реактивность. Но кажется, что это немного не та реактивность, которую я ожидал от библиотеки. Так, следующий пример. Следующий пример. Опять создаем observer. Скармливаем ему список из 10 цифр. И он срабатывает только на шестерке. Почему? Интересно, почему. Чем это отличается от предыдущего observer? Предыдущий observer содержал команды next и error. А этот observer содержит тоже x. Такое ощущение, что тут какие-то вот эти where – это дополнительные команды, которые, видимо, тоже выполняются перед тем, как передавать значения в observer. Давайте посмотрим, что из себя представляет макрос with observable. Это вот такой макрос без docstring, непонятно, что он делает. Документации по нему в редмишке. Нет, очень жаль. Ладно, посмотрим хотя бы, во что раскрывается макрос with observable. Я нажму сейчас Ctrl-C, Enter. И мы увидим результирующий код. То есть он создает какой-то объект observable, создает несколько операций. Несколько операций. К сожалению, не очень удобно. Лисп раскрывает макросы. И вместо временных переменных тут вот такие вот просто циферки. То есть он делает цепочку, применяет к этому объекту, который получается из observable from. Библиотека применяет несколько преобразований. Вот то, что мы вот здесь описывали с помощью where. Сначала применяется преобразование, которое проверяет, что число четное. Дальше оно вычисление производит, которое говорит о том, что число должно делиться на 3. И после уже число обрабатывается основным обработчиком, который подписывается на эти объекты. Получается, что когда мы видим такую конструкцию, она проходит через вот эти преобразования. Только потом, если условия срабатывают, то observer получает какое-то значение. То есть единичка четная, нечетная. Значит, на этом условии мы ее зарезаем. Если двойка четная, она проходит дальше. Следующее условие для нее не выполняется, потому что двойка не делится на 3. До observer она не доходит. Когда мы смотрим на 3, она нечетная, тоже здесь не подходит. Так мы идем до 6. 6 на 3 делится. Интересно, а что будет у нас там был, если помните, обработчик ошибки? Что будет, если, например, я вот в onNext засуну какую-нибудь ошибку? Сейчас посмотрим. Посмотрим, что получится. Допустим, мы здесь делаем... Выбросим ошибку в onNext. О, сработал обработчик ошибки. То есть получается, что эта библиотека CLRX позволяет декларативно описывать процессы обработки. Мы описываем каждый процесс в виде последовательности шагов. Можем описывать обработчик ошибок. Можем описывать обработчик следующего элемента. А также некоторые условия, по которым они фильтруются. И тут в библиотечке есть примитивы, которые позволяют что-то делать. Вот, например, повторять какое-то значение много раз. Или кидать ошибку. Есть какие-то таймеры, интервалы. Также эта штука позволяет объединять несколько последовательностей в одну. Мне кажется, это довольно интересная библиотека. Особенно она будет полезна для тех, кто обрабатывает какие-либо данные и хочет строить цепочки обработки декларативно, а не хардкодить их в виде алгоритмов в коде. Возможно, с помощью CLRX можно даже динамически формировать пайплайны обработки данных. Давайте попробуем. Возьмем вот это условие и попробуем его выполнить в REPL. Нет, случается ошибка, потому что переменная X не определена. Эта штука раскрывается в оператор WHERE, который на самом деле ни функция, ни макрос. Судя по всему, операторы типа WHERE доступны только внутри макроса withObservable. Ну а на сегодня это все. Чтобы не пропустить следующие видео про другие интересные Коммун Лисп библиотеки, подписывайся на канал, ставь колокольчик. А если тебе интересны какие-то иные темы про Коммун Лисп, обязательно напиши про них в комментарии. Я постараюсь снять про них ролики тоже. И не забывай заглядывать в описание под роликом. Там я оставляю ссылки на все упомянутые библиотеки и инструменты, а также на смежные ролики. А с тобой был Александр Артеменко. Всем Лиспа в ваши сердца!